В фойе кинотеатра «Чарли» давно не было столь многолюдно. Здесь часто проводятся премьерные показы фильмов, проходят различные мероприятия. Но на этот раз в гости к киноманам Черкеска приехал актёрско-режиссёрско-продюсерский состав киностудии «Кавказфильм» с работой режиссёра Анзора Ямкужева, нового для киноиндустрии, но не для поклонников театрального искусства из Карачаева, Черкесии. Сразу после выхода трейлера к фильму «Невиновен» кинокритики и просто критики стали бурно обсуждать детали произведения. Но, разумеется, только сама картина должна была дать ответы на все интересующие вопросы. Идея родилась давно, будучи ещё в Москве, когда я жил в Москве, и очень хотел снимать кино. Как театральный режиссёр по образованию поставил ни один, ни два, ни три, ни пять, больше десяти спектаклей и всегда мечтал снимать кино. Я приехал обратно домой, открыл киностудию «Кавказфильм», которая сейчас снимает кино. Это первая наша дебютная картина. Как до начала показа кинокартины рассказать о ней, не вдаваясь в детали. Пригласить на сцену тех, без кого фильм не вышел бы за рамки задумки. Но, тем не менее, начну с нашего режиссёра Анзора Ямкуж. Это автор идей, режиссёр и продюсер кинокомпании «Кавказфильм». Главный герой фильма – Ахмед Хамурза. Нередко так бывает, что даже очень хорошему фильму с запутанной сюжетной линией, с захватывающими событиями, до последнего кадра держащими зрителей в напряжении, не хватает сопутствующего музыкального сопровождения. Тем, кто будет смотреть картину, наверняка запомнится песня в исполнении новой звёздочки российской эстрады Аиды Тлеошиновой. Её неповторимый, цепляющий за живой голос оказался намного сильнее аппаратуры и не оставил равнодушными многих пришедших на закрытый показ. ПЕСНЯ По словам Анзора Ямкужева, невиновен основан на реальных событиях. Однако это не документальный фильм, а именно художественный, в котором тесно переплетены взгляды на раскрытие темы авторам, сценаристам и режиссёрам. Выбор есть всегда. Таков мотив поступков главного героя картины. В Москве при странных обстоятельствах погибает племянник бывшего сотрудника спецслужб. Тот отправляется в российскую столицу, чтобы найти и наказать виновных. Но даже когда цель оказывается очень близка, а расплата за содеянное неминуема, АйТэч начинает понимать, что всё-таки побудило человека ступить на кривую дорожку и кто на самом деле виновен в безнаказанности происходящего. Чтобы давать оценку игре актёров и самому фильму, стоит досмотреть его до конца. К слову, в прокатную версию уместилось далеко не всё, что хотел видеть режиссёр. У нас больше 40 часов рабочего материала, а в кино час 20 на прокатную версию. А ещё есть авторская версия час 33. Поэтому не всё, конечно, влезло, что хотелось. И с большим трудом, с большой болью пришлось отрезать, вырезать и отказываться от некоторых очень удачных, на мой взгляд, сцен в пользу прокатной версии. Так что добро пожаловать, смотрите кино, смотрите наше кино. Артур Махц и Андрей Дорошенко. Итоги недели.